добрый день друзья сегодня экскурсия по городу солнце с ребятами которые приехали сачинска солнечный день тепло ну попробую поснимать показать вам как это все проходит для тех кто будет приезжать будет наглядно картинка как это все происходит когда люди приезжают то что внизу вы видите это антиральный однажды можно ли поменяем на что-то более глобально более за данный момент это вот было тогда давно давно это изначально когда когда еще здесь были туманы могучие кедры лес тайга звезды вот когда по ходу движения ручья на сеть накопительных водоемчиков во многих рыбки живут и вот здесь вот у нас последний водоемчик в летний период времени 10 кувшинки плавают рыбки небольшие ну по весне вон там появляются удочки ну сейчас видно так но вот ну искусственные высаженные это его голубые ели и другие подруги появлялись дороги появилась возможность заводить современный материал поэтому домики разные размеры отделка все но это нормально это такая эволюция но кругом это предгорье вечера отдыха посиделки дом творчества шить крае вышивать для того чтобы они могли после школы нормально больше готовить для мужа но просто это поможет им жизни быть добрыми красивыми аккуратными и уметь много опыта приобретать весной цветок тирень скамеечки стоят мамочки и все желающие могут приходить отдыхать бежит ручеек журчит вот там из камешка родниковой вода бежит а здесь фонтанчик который я рассказывал из камешка вот он высотой до 6 метров бывает здесь когда солнце на свече он высокий радуга распыляется через радуги сейчас мы с вами подошли еще у нас одна окружная дорога вот центр а вот эта окружная дорога она формирует у нас садовый парковый дом оттуда и вот до центра мы сейчас туда дойдем здесь не будет частных домов здесь будут мастерские какие-то места для отдыха сады ну такие вот может быть числовинки поставить пока это в стадии разработки основную часть леса видите убрали остались одиноко стоящие деревья которые имеют равномерное освещение конкуренция минимальная поэтому красивый крона формируется заодно появляется у нас полянки привет полянки которые мы используем у нас вот земли виле мы стараемся землю каждый раз не перекапывать первый раз пни убрали горн перевернули сформировали такие бурты грядочки и потом вот косишь травку из-под козы солому толстым слоем органики укладываешь она переплевает за осень весну и вот туда сажаешь весной раздвинул посадил сдвинул сохраняется влагой перегоной потому что земля достаточно бедная суглинок скала вот таким образом мы за счет этого же ну плюс ко всему видите вы засаживаем яблони здесь даже виноград хорошо растет уличные типичные сорта достаточно много но это посадили аллейку ребят из маньчжурского ореха идея такая была что у нас много гостей солнышко активно и из нее такую небольшую арочку формировать тенек создавать масленица новый год ну тоже ролики можете смотреть эту славу и меня на канале как это мы каждый год про сейчас идем к центру я вам расскажу стараемся высаживать молодые деревья кустарники яблони грудь ну вот видите это вот молодой сад за ним приходится много потому что мышки зайцы где-то смех ломают поэтому приходится активно мониторить пока не наберут силами подрастут ты спрашиваешь когда начинаются в городе посадочные работы именно те даты интересуют ну примерно месяц у нас когда зависимости от года как только снег сходит потому что у нас склоны южные северные участки разные и он немножко растянутый как только снег сошел лично я сажаю в апреле в конце уже бабы они морозоустойчивые грунт а потом дальше теплицы запускаться это теплицы где-то 1 апреля у кого-то чуть раньше 1 марта как только снег основной ориентир снег сошел и дневные температуры земля колон не встает сильно каждый год по разному примерно одинаково это после 1 апреля и где-то 20 числах наверно апреля морковка идет земля пробивается вот эта часть города смотрите внизу она менее освоенная там больше ручеек бежит это осиновые пластинки которые есть станочек специально тоже в ю тубе есть осина от солнца она светится вечером она устойчива и зато и очень легко поменять здесь хранятся обычные такие вещички кувшинчики для воды свечечки спички обычно хозяйское место которое позволяет чтобы дома не бегать когда таинство какие то есть храним прушнички хлебушек для птичек вот так это место любую веры одно который не пьяный адекватный может зайти и помолиться побыть наедине как он считает нужным это нормально кедрики вокруг посажены кольцом это олицетворение мужского начала пикточки вот под сугробами их тоже подстригают ухаживают это женское начало символ гармонии летом подстригаем травку зимой чистим снег чтобы вот этот символ выполненный из кедра по моему в девяносто девятом году один из мастеров и герьмо цельный кедр крылочки только сегмент это олицетворение обители рассвета символ обители рассвета символ чистоты мира гармонии ну свое понимание расскажу основание это жизнь цветок жизни молитва единая с двух сторон и там виноградная лоза это жизнь в ангела спиной друг другу стоят это как символ чистоты символ высшего мира который помогает людям жить на земле поддерживать силы добра красоты любви ну такая связь крест круги крест это символ веры а круг если обратите внимание он с цветами это проявление самой жизни и крест своими оконечностями в круг жизни проникает то есть вера должна появляться на словах от дела земля и звезда свершения вифлеемской звезда как хотите 14 конечно вот когда звонит наверху звонится основная суда приходит служитель и входит 14 ударов здесь также кроме выходных собираются мужчины и гости но женщины по желанию мы собрались спели два три псалма потом взялись за ручки поблагодарили землю матушку бога за то что мы живем и потом выходим сюда и вот на этой полянке у нас такой хозяйский круг где мы смотрим какие у нас за ночь прошли события если какая-то экстренность если у кого-то там ветром что-то сломало крыше снизу мы тогда корректируем свой план а так каждый мужчина знает где он работает в своем направлении мы идем светильнички зажигаем вечером здесь у нас в этом месте литургии начинаются обряды венчания такие духовные тайства приходит есть еще тайство такое интересное обряд благословения маленьких рождается человек когда теплая погода родители все желающие приходят священник и желает ему пою песню желает ему счастья любви здоровья такой делаем положительный потенциал настрой для юного тела чтобы он стартовнула в нашу непростую сложную жизнь а потом когда человек вырастет он сам поделиться каким ему путем идти о поверье как он посчитает правильным нужно но к этому месту мы трепетно относимся поэтому мы стараемся когда если люди туда захотят зайти то они знаете как будто бы заходят в алтарную часть храма у желательно телефонные звонки нет можно побыть наедине помолиться как вы считаете нужным своим если есть такое желание я могу вам рассказать если нет мы можем идти дальше пойдемте поближе поэтому если хотите смотрите есть до сети это люди бывают по каким-то особым своим соображением хотят побыть на коленочках канона нет ты можешь стоять хоть как но кто-то хочет на коленочках поэтому чтобы не на сырой земле не на снегу сидеть можно дощечки под коленочки положить и побыть сколько вам надо наташ если ты хочешь зайти ты можешь смело заходить никаких каналов нет единственное телефонные звонки колокольчики не звонить и селфи на фоне символа внутри мы просим не делать хорошо собираю вон ребята лики тут принтера принтер домой принесся забрал двигатели вынул машинку машинку там кораблику с парусами пускай ты знаешь понаделаешь знаешь как я пришел как мужчина делаю по наделу каких-то интересных изделий по наделал самолетики ну все классно выставил в интернете закану как бы желающих много сынули приводит друзей я смотрю глаза горят берутся ну что я беру просто раздариваю это не совсем может быть разумно но так приятно вот это наш когда продаешь изделие ты но деньги и все ну какие-то решил свои нужда когда ты от чистого сердца даришь и ты видишь когда у человека гонят сердца он не ожидал даже вот это вот самое ценное это вот надолго в душе остается я просто однажды так сделал и потом понял вывод да ладно еще сделаю все потом жене удастся а вот в городке подарки делать ребята наши сделали потом на этой сцене у нас не пьют времени танцы йога балет выступления на празднике когда нам разрешали раньше на 18 августа у нас день открытых двиней люди приезжали мы ставили указатели ну объясняли как себе вести и люди свободно перемещались здесь у нас масса класса на полянках были конфеты выступлением все вместе организовывались вот эта сцена она позволяет в летний период времени проводить массовое мероприятие интересное поздравление у нас мужчина есть один ему 82 года вот стукнуло он не знал а наши девочки вот такие спектли небольшое видео сделали он пришел на обычное стандартное какое-то такое летнее караоке вечернее наше городское и тут ему поздравление со всех сторон он не ожидал даже а так у нас и школа балета здесь девочки выступают маленьких девчонок учат и концерт свой коллектив есть да и всякие-всякие мужчины могут какой-нибудь футбол посмотреть в небесный обитель уже есть большие деревья я гостям часто показывает этом приходит на дерево нажимаешь у него кора как резиновая проминается как необычно прям как будто эти резиновое дерево вот это вот маленькие палочки тоже будут деревья амурский бархат он вырастет и долго лежит снегом засыпать я сфотографирую девочки чья так можно спокойно оставлять вещи и никто никуда не забегу красивый маты для детишек теннис блюдо на всякие зимние период времени там у нас такие новогодние мероприятия дед мороз приходит часто подарочки дает вот такие разного для разных разный уровень детишки старших а младших сами готовим сами тебе рада волков только никуда не было мишки заходят ну змеи бурундуйки и всякие всякие коснуки я слышу они так вот эти косульки или козла не всегда заходят и у них такой они как будто да и вот будешь на улице и не поймешь кем около дома кто-то гав это это вот это вот это девяносто восьмой год примерно первые палатки женщины оставляли в деревне потому что условий не было мужчины заходили ставили палатки обтягивали полиэтиленом засыпали листвой зиму как зиму даже проводили поднимали участки осваивали деревья лишь не убирали согласно генплану а потом период наступил когда нужно было все-таки женщин нас кормить горя городки новые делать все это и мы тогда я вам буду проходить покажу несколько таких модулей поставили в виде пирамиды хеопса ну тогда это у нас считалось ну сказать элитное жилье деревянной полки эпичной печкой с духовкой но у нас последний осталось будем сейчас проходить покажу и вот в тот период времени клещей было очень много себя снимая штук по 20 и нормально все обходилось ну тогда еще детей не было только не так было много людей потом случае было когда пожилого человека укусил клещ осложнение энцефалитное мы скидывались вместе на лечение ну экономически сложно казалось и поэтому мы сейчас страховку оформляем клещ укусил его на анализ минусив и в зависимости от диагноза уже либо браулестов манцефалитный курс лечения раньше средь промежуточный этап был клещ укусил ехали в курагина по страховке на моему на глобулина раз в месяц если укусил через месяц еще раз плановые прививки не делали но если кто-то хочет пожалуйста обычно нет я знаю что есть какие-то плановые там годовые ну такого не ну обычно живем вроде бы ничего травить клещей это на велосипеде основное средство перемещения травить клещей здесь опасно потому что у нас пчелы пересекается мы стараемся наш когда много плечевой сезон если много людей в гости к нам приезжать мы стараемся с утра молодых людей такая простая широкая по всей дороге по траве по бокам вверх вниз они прибежали максимально собрали их да но остальное уже индивидуальные средства репеллент или у кого-то есть в разумных пределах чтобы можно было рядом эти отобывать было очень много прям по карманам по рюкзакам бегали поползни бывает вот стоишь на округе за руки держишь поползли там сзади садится в карман такие здесь живут достаточно много ареал обитания немножко оттеснили потому что меньше леса стало кошки появились поэтому хотя змейки змейки выползают на дорожку погреться но это больше осени ежиков жалко вот это дубы тоже это все искусственные посадки в естественном виде они здесь не росли не росли сейчас уже знаете климат меняется в прошлом-казапрошлом году у нас два раза подснежники цвели вот они обычно апрель-май и потом вот смотрим октябрь прям зацветают полянки в октябре вот эти белые цветочки груша то же самое август и плоды уже крупные созрели практически цветы могут являться но это сейчас мне кажется умножить я вот в деревнях смотрел тоже здесь тоже вот раньше сибири зима значит зима так зима сейчас амплитуза такая днем бывает там минус 20-25 а под утро там 0 то есть наоборот такие вот перепады большие я стану нас ответственность за электро-техническое направление у нас смотрите стоят одиноко стоящие деревья появляются и бывает иногда молния вот кедр попадает если мы молнии рядом бабаху в радиусе там 50 сколько-то метров может перегорать проводка компьютеры но все все такое поэтому желательно ставить защиту громоотводы какие-то вот коле помогает ну и дополнительно так шутку я называю местный кулибин генераторы тесла вечный двигатель такой у нее свой есть электро такой трехколесный мотороли тоже на электрике ну и будем набрать дороги я вот так проведу чтобы побольше посмотреть да мы хотим электро снабжение индивидуальных домов происходит за счет на количество солнечных батарей которые обеспечить полностью поменьше вот те две по 100 но эти маленькие 70 примерно в 800 вот в этом помещении жена девочками бисероплетением занимался это их уча но летом здесь красиво дорожка не сделали из камня олежку выставляет свои изделия резные из кедра единорога скамеечки вот там украшает у олежки лифте поменьше батареи ему тоже это сколько на 250 300 кстати обязательно в каждом доме здесь маленькой теплица вот увольняться пикнов удачи когда проходят мы стараемся знаете когда теплицу формируешь заливая грядки и под грядками прокладываешь сантехнические трубы 110 ну делаешь вентиляционный для конденсата отверстия и вот когда теплица в пассивном режиме работает горячий воздух коньку поднимается и все 60 градусов мертвая нехорошая температура внизу вот вот этот горячий воздух когда трубы под грядками проложены вентиляторами загоняешь конце февраля он циркулирует земля быстро оттаивает согревается корешкам тепло а света уже в конце февраля у нас достаточно много и теплица быстро прогревается корешкам тепло за счет этого у нас ранний урожай огурцы помидоров тоже такая система это значит как пришел поработать если время и силы есть сперва мультики дети посмотрели детей уложили чай попили женой мелодрамка сюда сюда и потом уже когда устали либо я например новости youtube там еще что-то либо силы есть там ну тоже закрываешь и только сел раз уже четыре утра надо на работу люди понасмотрят роликов там славянных моих они считают могут считать что приехав туда они будут идти в окна восхватки пить кофе упутанный пледом нет она конечно присутствует но ты как мужчина ты должен приехав лес убрал грядки сформировал по не убрал то есть ты двигаешь 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 все вокруг него помогает мы собираемся когда сил нету бревно поднять но в основном это мужчина чтобы не было бы за такое да это вот когда сюда люди хотят пожить мы их приглашаем на собрание знакомимся что умеет мужчины как у них отношения жены потому что часто бывает что мужчина герой вперед а жена готова да я даже не спрашивал но это несерьезно такие моменты элементарные пока эту тему реклим потому что она действительно актуально но пока реальных каких-то моментов таких нет если только ты мой знакомый я тебя то ли приходи конечно ну где-то так у нас индивидуально это пригласить а так конечно мне кажется тема интересна потому что люди живя в городах наверно начинают скучать по земле по рукам и просто по нормальному теплому общению поэтому может быть однажды такой появится чуть позже ну посмотрим они составили семью здесь молодой парень когда у нас вырастает он определяется он может где-то переехать в деревню жить там где друзья он может здесь остаться если он здесь остается он вливается какое-то направление полезное вот этот человек также поступил они составили семью вот им дали новый участок вот он достраивает домик вот видите вот такие участки участок достаточно сложный заболоченный но так как ему доверять техник он окапывает водоотводы делает молодой парень тихоньку все освоит освоит посадит но он первые деревья плодовые уже посадили и ранят настоящий а это вот наш помощник а вот таки это и хозяин этого вот молодой парень который у нас вот таких вот юных лет вот ему доверять тех цепи это специально мы скидывали нам нужен был погрузчик для пилорамы на это вот сами скидывали ему доверяют а пчелы скоро полетят это верба он видишь прокленывается белая но это блин ближе телефон на окно мама в воронежке и полчаса по ватсапу по телеграмму они видят всех детей это для нас также относимся к этому месту трепетно священное место которое мы называем долина слияние она тоже пока в стадии строительства идет в зимний период времени мы стараемся максимально украсить насколько наших сил хватает но однажды здесь когда-то форму примет более завершено сейчас я вам предлагаю вы здесь встаньте а потом еще заходите поднимемся я вам покажу как работает это тот же али который у нас здесь живет вот из камней которые вокруг лежат он чувствует линии напряженности засверливает скалывает мы ему только помогаем вот эту красоту это все местные когда приходит учитель спускается по лестнице садится кресло в виде орла сделано нашими мастерами он садится закрывать глаза и примерно 5-7 минут мы обозначаем тайство такой как когда каждый кто хочет сливается внутри с его состоянием сердцем как умеет как хочет и режим тишины и звонит колокол где-то в течение 7-9 минут потом заканчивается открываются глаза у учителя микрофончик и он предлагает если есть кого-то жизненно важный вопросы вы можете задать и люди по очереди поднимают ручки здесь мы ставим микрофон подходят и спрашивают любые вопросы которые считают для себя жизненно важными и вот это вот подпорная стеночка из камня ребята наши так рассчитали сделали потому что когда человек подходит и вот так вот вам поворачивается когда у нас очень много гостей вот это подпорная стеночка помимо того что сдерживает грунт она является таким резонатором звуковом слышно вам или нет это для сделано для того чтобы когда люди стоят далеко а человек часто волнуется задавая вопросы чтобы они сзади могли улавливать детали ответа вопроса это очень интересно вот это подпорная стеночка также сделано специально из камня чтобы вы могли слышать лучше хотя мы стараемся ставить колонки но на всякий случай бывает колонка барахлит вот здесь перспективе где вот эти снежные строения планируется фонтанчик красивый такая архитектурная композиция но это пока стадии работы у нас на празднике вы все это можете посмотреть в интернете свободном доступе как это проходило летом зимой ну разный период времени на праздники здесь часто хор наверху стоял там стояли журналисты ну какая такая атмосфера которая позволяла нам все это воспринимать нормально ну дополнительный сидел еще вадик все это записывал аудио чтобы люди которые отсутствовали могли потом воспользоваться послушать вообще хотели здесь сделать одну ровную площадку но вот здесь наткнулись на фрагмент скалы и решили землю не тревожить не ковырять сделать такую двухуровневая ну вот так это все у нас здесь происходит поэтому место называется долина слияния ему мы стараемся относиться трепетно зимой также чистим снег поддерживаем ну а летом убираем грабим травку подстригаем но это пока тоже идет пока стадия работ она еще не завершенная ну вот в двух словах так часто на эти люди которые приезжали из городов и попадали на встречу пытаясь задать свои вопросы часто волнуются у них часто не получались и тогда они искали возможность какую-то индивидуальную встречу провести вот и мы на такие моменты начали строить там есть приемная может быть видели во властелине колец домики хоббитов холмиках такие вот будем спускаться вам покажу в одном из холмиков мы 6 на 4 вагон очка примерно обшили травку поселись наружу ну такая индивидуальная приемная чтобы человек который смущался вдруг при всех какой-то вопрос просить мог воспользоваться хотя вопросы разные но чаще всего люди стараются что-то конкретное для себя жизненно важное как сделать правильно здесь или здесь совет спросить а дальше выслушав ответ ты волен поступать как считаешь нужным можешь следовать можешь не следовать но это уже твоя ответственность как посчитаешь нужна вот так но нам понравилось накидываем снег и затаптываем бригадами ходим и он через сутки два-три он структурируется и приобретает форму такого плотного и потом убираешь стенки щиты и макет рисуешь и все выпили в специальном а еще мы наш еще бывает и когда на озере у нас на кокке там ледяные скульптуры изо льда они с подсветки вот до этого когда до спецоперации очень много было желающих на листы последний последний тогда были приемы в доме неудобно там семья мы начали строить вот эту приемную тогда это в интернете все есть у славы или у санки староверва это все есть это наш тот же алишка работает это воватеньков это дениса эта улица звездных полей вот на ней кстати гоняю когда дети катают у нас правило перекрываем дороги вечернем времени даже если слабо монет машина подъезжает или снегоходом принципиально должен остановиться посмотреть потому что дорога достаточно что длинно сплошно все округло белым-белом и крыша снегом занесло но нам с тобой сейчас тепло и сердце словно замерло и крупный дом смутился за окном что было то прошло ну это в летний день времени небольшая детская площадочка ну сейчас как такой снега много раньше здесь был каток потом футбольный поле летом осыпано прославлено все и снегом засыпано он не перенезает всю зиму у нас морозы были вкусная она мягкая теплая приезжали за ним они когда заканчивают учебный год сдают мастерам то чего мы получили это один из их проектов я не захотели сделать такое место где можно собраться вместе музыку послушну посидеть сами срубили срок и крышу попытались сделать современную найти из травы и земляная такая ну и вкус не навешивая там сковали сейчас не видно вот сами элементарную столярку окна двери сделали это все мальчишки сделали сами там же рядом водоем глубокий с карпами с рыбками мы там корабль чистим заливаем музыка до дефекета то что достраивает дом внешне отделки еще много это он делает сейчас варить себе балкончик вот у него пять делать это получается откуда-то привыкли с леса да и соседи мы заготавливаем выделяется глянда каждому хозяину помогаем друг другу вместе это котяра знаменитый улица озорны дождей 6 у нас следующее утро осталось у меня полтора улей живых я уже не знал что делать позвонил друзьям старовером они говорят ну приезжали мимо там знакомые я попросил они вот если ничего нету купите коньяк наломайте соты коньяк медведь начнет кушать пьянеет вырубается быстро вы его связывайте к нам за тридцатку возить я как балбес накупил вот здесь с биноклем сидел всю ночь смотрю под утро вышла медведица с медвежатами понюхала не стало ничего и обошла зашла в нижний город где у нас адрианка здрасте представляете поели овес и ушли а я потом пьяных пчел своих неделю не мог собрать они добирали вот этот коньяк весь ну это греха подальше убрал сейчас останавливать слава тебе понравится вот это мое хозяйство он мой трандулетик я на нем будку ставлю жены за шоколадками а если будку снимают сену давай здесь он моя мастерская там виноград засыпанный сейчас уличный растет посуду делаю игрушки безделушки но это мой домик это козлятник курятник ну заготовки для ну вот мы на выходе из города солнца даже не верится что вот это вот все путешествие состоялось я много лет мечтала сюда попасть его было этих во всех местах где который мы только видели по телевизору совсем здесь не страшно как вам рассказывают здесь очень даже прекрасно прекрасные люди прекрасная природа животные зайчики вот бегают везде люди очень добрые везде нас принимали экскурсия была очень интересная ну и в общем я думаю что нужно просто у кого есть сомнения что здесь что-то с людьми происходит здесь происходит что-то страшно нужно увидеть просто своими глазами но самим почувствовать вот пообщаться с этими людьми и через сердце своего почувствовать что где правда где ложь ну вот так спасибо я очень довольна поездкой море позитива нас вкусно кормили угощали люди солнечные отзывчивые много детей ну ну увидели что вот и есть и помогают что-то делают чистый поселок все отлично красиво ну все вот сказала наталья нет я еще хочу сказать если хочу сказать о природе который о которой люди здесь заботятся как где не подходит от каждому деревцу с каким-то трепетным отношением вот это здесь нельзя вот ничего убирать просто здесь бежит ручеек здесь вот дорожку нужно вот здесь провести чтобы здесь вот не повредить там что-то растет но я вот нигде не видела такого трепетно что люди не делают так как им удобно а так как чтобы вместе жить в гармонии с природой и не навредить не не животным которые здесь не деревьям ну вот и оставить эту красоту и сделать это место еще прекраснее коротко скажу я еще сюда вернусь обязательно ну все едем дальше я не жалею ни о чем и хорошо что мы вдвоем пускай весь мир нас подождет любовь нас за собой ведет а